Пять слов об Анне. Слово первое. Когда мы расстаемся с гостем, который провел с нами несколько дней, и с которым мы радушно делили беседу, и стол, то на другой день после его ухода, при виде накрытого стола, точно вспоминаем о нем, и о взаимной беседе, и обращаемся к нему с горячей любовью. Так же точно поступим и по отношению к посту. Он пробыл с нами сорок дней. Мы приняли его радушно и затем проводили. Намереваясь теперь предложить духовную трапезу, вспомним о нем и о всех благах, принесенных им нам. 777. Ведь не только самый пост, но и воспоминания о нем может принести нам весьма большую пользу. Как те, кого мы любим, доставляют нам большое удовольствие, не только тогда, когда бывает у нас, но и тогда, когда мы вспоминаем о них. Так и дни поста с их собраниями, общими собеседованиями и другими добрыми плодами, какие мы получили от него, радуют нас и при воспоминании. Если мы вспомним обо всем этом, то получим и в настоящее время большую пользу. Говорю это не с тем, чтобы принудить вас к посту, но чтобы убедить вас не увлекаться развлечениями и не вести себя как большая часть людей, если только следует назвать людьми этих малодушных, которые как бы освободившись от уз и выросшись из какого-нибудь тяжкого заключения, говорят друг другу, «Наконец-то мы переплыли это скучное море поста». А другие, более слабые, боятся уже и за будущую Четвердесятницу. Это происходит от того, что во все остальное время они без меры предаются забавам, роскоши и пьянству. Если бы мы все прочие дни постарались проводить честно и скромно, то и прошедший пост вспоминали бы с любовью, и предстоящие приняли бы с большим удовольствием. В самом деле, каких только благ не доставляет нам пост. Везде тишина и светлое спокойствие. Дома, раз дома разве не свободны от шума, беготни не всякой тревоги, а еще прежде домов спокойствие наполняют самые души постящихся. Да и во всем городе водворяется такое же благоустройство, какое бывает в душах и в домах. Вечером не слышно поющих, днем незаметно шумящих и пьянствующих. Нет ни крику, ни драки, но везде полное спокойствие. А теперь не так, но с самого раннего утра крик, шум, бегание поваров, большой чад, как в домах, так и в мыслях. От того, что развлечениями внутри нас разжигаются страсти и раздувается пламень порочных пожеланий. Поэтому мы должны жалеть о прошедшем посте, так как он все это сдерживал. Пусть мы сложили с себя самый труд поста, но не прекратим любви к нему и не изгладим памяти о нем. Когда ты, пообедав и отдохнув, выйдешь на площадь и увидишь, что день склоняется к вечеру, то вошедши в эту церковь и приблизившись к Амвону, вспомни о времени поста, когда церковь была полна народа и у всех было сильное желание слушать, была живая радость и возбужденная мысль. Представьте это, вспомни о тех вожделенных днях, когда велишь подавать на стол, принимаешься за пищу с поминанием о посте и никогда не впадешь в невоздержание. Как имеющий жену степенную, целомудренную, благородную и питающий к ней пламенную любовь, и в ее отсутствии не может полюбить женщину развратную и распутную, потому что любовь к первой заполняет его душу и не позволяет войти в нее другой страсти. Так бывает с постом и с невоздержанием. Если помним о первом, благородном и целомудренном, то последнее, эту публичную блудницу и мать всякого бесстыдства, то есть невоздержания, отгоним от себя весьма легко, потому что любовь к посту сильнее всякой руки отталкивает бесстыдство и невоздержание. По всему этому прошу вас всегда помнить о тех днях. А чтобы и мне со своей стороны содействовать такому воспоминанию, постараясь и ныне предложить тот же предмет, который приготовлялся тогда рассмотреть, чтобы самое сходство по учению было для нас некоторым напоминанием о том времени. Вы, может быть, забыли об этом, так как у нас до сих пор было уже много бесед и о других предметах. Так, по случаю возвращения отца нашего из дальнего путешествия необходимо было рассказать все происходившее в столице. После того нужно было беседовать с язычниками, чтобы надлежащим образом утвердить тех, которые вследствие несчастья сделались лучшими и обратились к нам от языческого заблуждения и показать им то, какого избежали они мрака и какого достигли света истины. Затем, в течение многих дней, мы совершали торжество в честь мучеников. И, конечно, неприлично было нам, находясь при гробах мучеников, уйти без похвальных слов, подобающих мученикам. За этими похвальными словами следовало увещание о клятвах. Когда увидели мы, что все сельские жители пришли в город, то решились преподать им это напутствие и с ним отпустить всех их от нас. 779. Поэтому для вас нелегко было бы пересказать тогдашнее наше рассуждение с язычниками, а я постоянно упражняясь в этом и занимаясь этим делом, весьма легко могу припомнить все содержание беседы, повторив вам вкратце то, что было сказано. О чем же была у нас речь? Мы рассуждали о том, как Бог от начала промышлял о нашем роде, как научал полезному, когда не было письменно, не было данного писания. Мы показывали, что Он руководил нас к Богопознанию через созерцание природы, держа вас не за руку, а руководя ваш разум. Я обозревал творения, показывая небо и обозревая земли и море, озера, источники, реки, великие моря, луга и сады, произрастающие нивы, обильные плодами деревьев, покрытые лесами вершины гор. Много тогда говорил я и о семенах, и о травах, и о цветах, о растениях, плодоносных и бесплодных, и о животных, кротких и диких, живущих в воде, и на суше, о земноводных, о летающих в воздухе, и присмыкающихся по земле, и о самых стихиях Вселенной. И так как ум наш был не в состоянии постигнуть беспредельное богатство природы и обнять Вселенную, то мы все вместе восклицали о каждом творении. Как возвеличились дела твои, Господи! Все премудростью сотворил Еси! Мы удивлялись премудрости Божией не вследствие только множества тварей, но и последующим двум причинам. Первая та, что Бог создал Вселенную прекрасную, великую и удивительную. Вторая же та, что на всем видимом Он напечатлел много признаков слабости. Первая для того, чтобы внушать удивление к премудрости и привлекать созерцающих к служению Ему. А вторая для того, чтобы созерцающие красоту и величие творений не стали оставив Создателя, вместо Его поклоняться видимым предметам. От такого заблуждения может отклонить их наблюдаемая в них слабость. И то, что вся тварь тленна, и что она преобразится в лучший вид и достигнет большей славы, и о том, когда, почему, и для чего она сделается тленную, обо всем этом рассуждали мы тогда с вами. Показали могущество Божие в том, что Он пленным телам сообщил такую красоту, какую даровал им вначале, какова красота звезд, неба, солнца. И подлинно нужно удивляться тому, как они в течение столь многих лет не потерпели ничего такого, что терпят наши тела, не ослабели от старости и не потеряли крепости от болезни, какой-либо немощи, но постоянно сохраняют силу и красоту, которую, как я выше сказал, Бог даровал им вначале. Ни свет солнечный не истяк, ни блеск звезд не померк, ни ясность неба не утратилась, ни пределы моря не переменились, ни истощилась и сила земли, производящая ежегодные плоды. Но что это тленно, мы доказали от разума, из священного писания, а что оно прекрасно, светло и всегда сохраняет свой светущий вид, в этом удостоверяет ежедневное наблюдение, чему особенно нужно удивляться, когда Бог создал это так вначале. Против этих рассуждений наших некоторые тогда возражали, говоря, значит человек хуже всего видимого, если состав неба, земли, солнца и всех звезд существует столько времени, а он через 70 лет разрушается и погибает. На этом мы скажем. Во-первых, что это живое существо разрушается не все, благороднейшая и существеннейшая часть его, душа, остается навсегда бессмертною, не подвергаясь ни одному из этих бедствий. Тление же касается только низшей части его. Во-вторых, эта обстоятельство служит нам к большей чести, ведь мы не просто и не без всякой причины подвергаемся старости и болезням, но справедливо и для нашей пользы. Справедливо, потому что мы впали в грех. Для нашей пользы, чтобы посредством этих нужд и страданий искоренить гордость, исходящую у нас от беспечности. Следовательно, Бог попустил это не с тем, чтобы унизить нас. Если бы Он хотел унизить, то не оставил бы нашу душу бессмертную, но и не по бессиле сотворил Он наше тело таким. Если бы Он был бессилен, то не мог бы и небо, и звезды, и состав земли поддерживать столь долгое время. А сотворил Он наше тело таким для того, чтобы сделать нас лучшими и благоразумнейшими, и более покорными Ему, от чего зависит все наше спасение. Потому Он не создал небо подверженным старости и другим каким-нибудь подобным слабостям, что лишенное свободного произволения и души, оно не может ни грешить, ни исправляться, почему не имеет нужды в исправлении. А нам, одаренным разумом и душою, необходимы были и производимы этими страданиями скромность и смирение, так как и в начале первый человек прежде всего впал в гордость. Иначе, если бы небо создано было подобно нашим телам и так же старилось, многие увидели бы в этом большое бессилие Создателя, как немогущего сохранить одно существо в течение многих веков. Между тем, теперь, когда его создание пребывает столько времени, отнят у них самый повод к этому. Но тем, что сказано, не окончится наше существование. Когда мы хорошо воспользуемся настоящей жизнью, тела воскреснут в большей славе, будут светлее небо, солнце и всего прочего, и перейдут в высшее состояние. Итак, один способ богопознания достигается через рассматривание всего творения, другой, не менее важный, через совесть. И его вполне изложили мы тогда в обширных рассуждениях. Показывает то, как само собой возникает у нас познание доброго и недоброго, и как сама по себе внушает нам все это совесть. Итак, у нас от начала были эти два учителя творение и совесть. И оба они, не произнося слов, учили людей безмолвно. Творение, поражая зрителя видом своим, возбуждает созерцателю Вселенной удивление к ее создателю. А совесть путем внутреннего внушения научает всему, что нужно делать. Силу ее и решение суда ее мы узнаем по состоянию лица. Когда внутренняя обличает она в грехе, это покрывает внешний вид смущением и большим унынием. Она делает нас бледными и робкими, когда уличаемся в чем-либо постыдным. И хотя голоса совести мы не слышим, однако по внешнему виду замечаем внутреннее негодование ее. Кроме этих двух, говорили мы промыслом Божиим, нам дано еще и третий учитель Данск, уже не безмолвный, как первый, но такой, который действует на нашу душу словом, увещанием и советом. Кто же он? Это родной отец каждого. Для того Бога вложил в родителей любовь к нам, чтобы в них мы имели наставников в добродетели. Ни одно рождение делает отцом, но и хорошее образование, и ни ношение в очреве делает матерью, но доброе воспитание. Что это справедливо, что не природа, а добродетель делает отцами, это могут подтвердить нам сами родители. Они часто, когда увидят, что сыновья их сделались негодными и развратными, отсекают их от своего родства, отказываются от них, усыновляют себе других, часто ни с какой стороны не близких к ним. Что же может быть страннее этого, когда родители отвергают тех, кого родили, и принимают, кого не родили? Это сказано нами не бесцельно, чтобы ты знал, что свободная воля сильнее природы, и что она-то преимущественно перед последней делает и сыновьями, и отцами. Это было делом промысла Божия, что он и не попустил, чтобы дети лишены были естественного расположения к ним, родителей, и в то же время не все предоставил этому расположению. Если бы родители любили своих детей отнюдь не по естественной необходимости, а только за их нравы и добрые поступки, тогда ты увидел бы многих детей, изгнанными из родительских домов, за свою небрежность, и род наш расстроенным. С другой стороны, если бы Бог все отдал во власть природы и не попустил родителям ненавидеть даже злых детей, напротив, и будучи оскорбляемы детьми, и терпя от них тысячи неприятностей, отцы по естественной необходимости должны были бы оставаться ласковыми к дерзким и оскорбляющим их детям, тогда род наш дошел бы до крайнего нечестия. Если и ныне дети в надежде на любовь родителей часто оскорбляют их, хотя они могут вполне положиться на природу, зная, что многие, сделавшись негодными, лишились и дома, и наследия отцовского, то до какого нечести не дошли бы они, если бы Бог не оставил родителям и возможности гневаться на детей, наказывать и прогонять от себя, когда они делаются злыми. Потому-то Бог и поставил любовь родителей в зависимость и от потребности природы, и от нравов детей, чтобы они, с одной стороны, были снисходительны, к погрешностям детей, будучи побуждаемы к этому природой, а с другой, злых и неисцельно больных не укоренили бы во зле преступным потворством, что было бы неизбежно, если бы природа принуждала их ласкать и негодных детей. Подумай, сколько попечительности в том, что Бог и повелел любить детей, и положил меру этой любви, и в то же время определил награду за доброе воспитание детей. А что награда за это назначена не только мужьям, но и женам, послушай, как Писание во многих местах говорит и этим, и тем, и женам, не меньше, чем и мужьям. Павел сказал, ибо жена, прельстившись, впала в преступление, прибавил, спасется же через чадородие. То есть ты скорбишь, говорит, о том, что первая жена подвергла тебя болезням, трудам и продолжительному чревоношению. Не скорби. Не столько вреда терпишь ты от болезней и трудов, сколько получаешь, если хочешь, пользу от воспитания детей, находя в нем повод к добрым делам. Действительно, если рождаемые тобой дети получат надлежащее воспитание и твоим попечением наставлены будут добродетели, то это будет началом и основанием твоему спасению. И кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду и за их воспитание. 183. И чтобы ты знал, что не рождение делает матерью, и не за это положена награда, Павел в другом месте, обращая слово к вдове, сказал так, которая детей воспитала. Не сказал, если родила детей, но воспитала. Первое есть дело природы, последнее дело свободного произволения. Потому и здесь, сказал, спасется через чадо родия. Не остановился на этом, но желая показать, что не рождение, а хорошее воспитание детей доставляет нам награду, и прибавил, если пребудет в вере, и в любви, со святостью и целомудрием. 1 Тимофея 2.15. То есть ты получишь великую награду, если рожденные тобой дети пребудут в вере, и в любви, и в святости. Итак, если ты расположишь их к этому, если будешь увещевать, учить, советовать, то за такое попечение назначена тебе от Бога великая награда. Так, жены да не считают чужим для себя делом попечения о детях как женского, так и мужского пола. Апостол не различил здесь пола, но как там сказал просто, если воспитало детей, так и здесь, если пребудет в вере, в любви и святости. Следовательно, нам нужно заботиться о детях того и другого пола, и особенно женам, потому что они больше сидят дома. Мужей часто отвлекают и путешествия, и судебные занятия, и гражданские дела, а жена, будучи свободна от всех таких дел, забот удобнее может воспитывать детей, так как имеет много досуга. Так поступали жены в древности. Действительно, эта обязанность, разумея попечения о своих детях и руководство их к любомудрию, лежит не на мужьях только, но и на женах. В доказательство того, что это правда, расскажу вам одну историю. Среди иудеев была жена по имени Анна. Она долго страдала неплодием, и что еще при скорбине соперница ее была матерью многих детей. А вы знаете, что бесщадие по природе и само по себе невыносимо для женщин. А если при этом есть соперница, имеющая детей, то она становится еще тяжелее, потому что из ее благополучия она яснее понимает свое собственное несчастье. Подобно тому, как и живущие в крайней бедности скорбят особенно тогда, когда подумают о богатых. И горе было не в одном только в том, что она не имела детей, а та имела, но и в том, что та была соперницей, и не только была соперницей, но и оскорбляла ее своим презрением. И однако же Бог, и видя все это, медлил, и не дал ей Господь, говорит, в Писании, чада, по скорби ее и посетованию души ее. Что значит по скорби ее? Не то, чтобы Бог, видя, как она великодушно переносит несчастье, останавливал ее деторождение. А то, что хотя он и видел ее мучения, скорбь, обиды, однако не прекращал ее сетование, намереваясь устроить нечто другое, гораздо более важное. Не будем слушать этого праздно, но и отсюда извлечем урок высокого благоразумия. И когда подвергнемся какому-нибудь бедствию, то хотя будем сетовать, скорбеть и считать бедствию невыносимым до себя, не станем, однако, спешить и не упадем духом, но будем выжидать промысла Божия. Он хорошо знает, когда нужно прекратить то, что причиняет нам скорбь, как это случилось и с Анной. Бог не по ненависти и не по отвращению к ней заключил ее утробу, но для того, чтобы перед нами открылась мудрость этой жены, чтобы мы увидели богатство ее веры и узнали, как через это он сделал ее более славной. Первое царство 1.7. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и сетовала и не ела. Сильная скорбь, продолжительная печаль. Не два-три дня, не двадцать или сто, не тысячу или вдвое столько же дней, но довольно времени, говорится, то есть в продолжении многих годов, скорбела и сетовала эта жена. Таков смысл слов довольно времени. И однако она не возроптала ни продолжительность времени, ни насмешки и оскорбления соперницы не поколебали ее любомудрия. Она постоянно молилась и просила, а что важнее всего и в особенности показывает любовь ее к Богу, было то, что не просто она желала это самое дитя, но желала посвятить плод свой Богу, принести ему начаток от собственного чрева и получить награду за этот добрый обед. Откуда это видно? Из дальнейших слов. Вы все, конечно, знаете, что бесщадие невыносимо для жен, особенно из-за мужей. Есть много таких безрассудных мужей, которые винят жен, когда они не рождают, не зная того, что способность рождать имеет начало свое свыше от Божия промысла, и что для этого ни природа женщин, ни сожитие с мужем, и ни что другое само по себе недостаточно, но хотя бы и знали, что это обвинение несправедливо, тем не менее упрекают, часто даже отдаляются и неохотно живут с ними. 785. Посмотрим, не случилось ли того же и с этой женою. Если увидишь, что она терпела презрение, бесчестие, огорчение, не имела близости к мужу и не пользовалась особым его расположением, то можешь предположить, что она желала дитя для того, чтобы иметь большую близость, свободу и сделать себя более любезной мужу. Но если найдешь совершенно противоположное этому, то есть она была любима мужем, более чем имевшей детей и пользовалась большим расположением, то ясно, что она желала иметь дитя не ради чего-нибудь человеческого и не для того, чтобы еще более привлечь к себе мужа, но по той причине, какую я указал выше. Откуда же это видно? Послушай, что об этом говорит сам писатель. Ведь он не без цели упомянул об этом, но чтобы ты узнал добродетель жены. Что же он говорит? А Анне же давал часть особую муж, так как у нее не было детей, ибо любил Анну более, нежели Финанну, хотя Господь заключил чрево ее. И потом далее Елкана, видя, что она не ест, а только плачет и говорит. Анна, она отвечала ему, вот я, и сказала ей, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое, не лучше ли я для тебя десяти сыновей? Видишь, как он привязан был к ней и как сильно скорбел за нее, не потому, что не имел от нее детей, а потому, что видел ее печально и удрученной скорбью, однако не убедил ее в том, чтобы она перестала печалиться, потому что не для него желала она иметь дитя, но чтобы принести некоторый плод. и стала она, говорит, писание, после того в селоме, и стала пред Господом. Ильи же, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. Не без цели употреблено это выражение после еды и питья, но чтобы ты знал, что время, которое другие посвящают отдыху и бездействию, она проводила в молитве и слезах, потому что была весьма трезвенна и бодра. Не просто сказано это, что Ильи был первосвященник и сидел при дверях на седалище ухода в храм Господень, но чтобы показать душевный пыл этой жены. Бывает часто, что вдовица беспомощная и одинокая, терпящая много обит и оскорблений, в то время, когда царь готов войти в предшествие копьеносцев, щитоносцев, садников и множества других слуг, не пугается, не ищет защитника, но развинув всех их, является перед царем с большой смелостью и трогательно описывает свое несчастье, будучи побуждаем и необходимостью. Так и эта жена не смутилась и не постыдилась. В присутствии сидевшего первосвященника сама просит и с большой смелостью прийти к царю небесному. Напротив, окрыленная любовью и вознесшая мысль к небу, видя как бы самого Бога, так начала говорить ему со всей горяченности. Что же говорит она? Вначале она лучше сказать ничего не говорит, а начинает плачем, проливая источники горячих слез. И как от падающих дождей и жесткая земля, орошенная и размягченная ими, легко возбуждается к произращению плодов, так случилось и с этой женой, утробу ее, размягченная слезами, как бы дождем, и согреваемая скорбью, начала возбуждаться к доброму деторождению. Но выслушаем и самые слова ее, и ее прекрасную молитву. Была на скорбе души и молилась Господу и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи, всемогущий Боже Саваоф. Если ты призришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твои и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина и сикера не будет он пить, и бритва не коснется головы его. Страшные и грозные слова. Хорошо сделал писатель, что не перевел их на наш язык. Он не мог переложить их на греческий язык со свойственной им силою и говорит Адонаи Господи Элоис Саваоф. Не одним именем назвала она Бога, но многими ему свойственными. Показывает тем любовь к нему и пламенное стремление. Как пишущие прошение царю поставляет вверху не одно только имя, но величает его победоносным, августом, самодержцем и многими другими именами, и потом уже просьбу. Вначале ее полагают многие имена, выражая этим, как я сказал, свою любовь и почитание тому, кого просит. Просьба эту внушила ей скорбь, потому и скоро была услышана писавшая ее с большим разумением. Таковы молитвы, происходящие о душевной скорби. Вместо бумаги служила здесь ее душа, вместо пера язык, вместо чернил слезы, потому и сохранилась просьба ее до наших дней. Неизгладимы бывают письмена, которые начертаны этими чернилами. Таково было начало просьбы. Что же далее? Если призришь говорит на скорбь мою, на смирение рабы твоей, ничего не получив, она начала молитву с обета, приносит Богу дар, ничего не имея в руках. Так она волновалась и тосковала более о том, чтобы дать, чем о том, чтобы получить, и для этого просила дать дитя. Если призришь, говорит, на смирение рабы твоей, два права, говорит, я имею на получение просимого, служение тебе и несчастье, и дашь рабе твое семя мужеского, то есть мужеского пола, то дам его перед тобой в дар. Что значит перед тобой дар? Я сделаю его преданным и всецелым рабом твоим. Отказывайся от всякой власти, хочу только быть матерью настолько, чтобы дитя получило от меня свое начало, а затем отступаю и удаляюсь. Посмотри на благоговение этой жены. Она не сказала, если дашь мне троих, я отдам тебе двоих. Если двоих, отдаю тебе одного. Но если дашь только одного, весь плод отдаю тебе. И вина и секера он не будет пить. Еще не получила дитя отя, а уже образует пророка. Говорит о его воспитании и входит в договор с Богом. О, смелость жены! Не будучи в состоянии заплатить теперь же, потому что ничего еще не получила, она выплачивает цену из будущего. Как многие земледельцев, живущие в крайней бедности и не имеющие столько денег, чтобы купить теленка или отцу, берут их у господ из полу, обещаясь выплатить стоимость из будущих плодов. Так или еще гораздо больше сделала и она. В самом деле, она получает от Бога сына не из полу, но с тем, чтобы затем всего отдать ему, а плодом иметь его воспитание. Для себя она считала достаточной наградой потрудиться над воспитанием священника Божия. И вина и секера не то, если он будет слабого сложения, от питья воды потерпит вред, что если сделается нездоров, а потом умрет, подвергшись тяжкой болезни. Размыслив, что давший сына сам позаботиться об его здоровье, она от самых телен и рождения повела его к святости. Возложив все на Бога, еще до болезни и рождения освящалась ее чрева, заключавшая в себе пророка, для этого Бог попускал ей долго быть в скорби, для этого Он поздно дал ей сына, чтобы самым способом рождения более прославить ее, чтобы показать ее любомудрие. Вставши на молитву, она не помнила своей соперницы, не говорила об оскорблениях от нее, не выставляла на вид обид, не сказала избавь меня от этой негодной злой женщины, как делают многие жены. Не вспоминая об этих оскорблениях, так поступает ты человек, когда увидишь, что враг огорчает тебя, не говори ни одного оскорбительного слова, и не желай ему зла за то, что он враждует против тебя, но вошедши в церковь, преклонив колено и проливая слезы, моли Бога, прекратить скорбь, потушить печаль. Так и она сделала, и получила величайшую пользу от враждовавшей против нее женщины, так что и та содействовала рождении дитяти, а как, я скажу, так как она оскорбляла, печалила Анну, и увеличила горесть ее, а от горести пламенее делалась молитва, то эта молитва преклонила Бога, произвела то, что он исполнил ее, и таким образом родился Самуил. Так точно и нам. Если будем бдительны, враги не только не повредят, но и принесут величайшую пользу, делая нас во всем более тщательными, только бы скорбь ими нам причиняемая вела нас не к ругательствам и обидам, а к молитве. Родив сына, Анна назвала его Самуилом, что значит услышит Бога. Так как получила его вследствие того, что была услышана по молитве, а не по природе, то в имени дитяти, как бы на медном столпе, она напечатлела память этого события. Не сказала назовем его по имени его отца, или дяди, или деда, или прадеда, но Сам даровавший его говорит, да будет почтен именем дитяти. Ей подражайте жены, ей будем подражать мужья, и такое же будем иметь по печенью о детях, будем так же воспитывать их, как во всем прочем, так и в отношении целомудрия. Ничто у юношей не требует такого старания и забот, как целомудрие и чистота, потому что это особенно страсть обуревает этот возраст. Что делаем мы относительно светильников, тоже будем соблюдать и по отношению к детям. Часто случается, что когда служанка зажжет огонь, мы велим ей не подносить светильника туда, где лежит тростник или сено или что-нибудь подобное, чтобы незаметно для нас не упала в это вещество искра и не сожгла всего дома. Так же будем заботиться и о детях, и не станем обращать их взоры туда, где бывают бесчестные служанки, нескромные девицы и распутные рабыни. А если есть у нас такая служанка или соседка, или вообще другая какого этого рода девица, то прикажем и подтвердим им, чтобы они и не являлись на глаза, и не вступали в разговор с юношами, что попавшая отсюда искра не воспламенила всей души детяти и не причинила безутешного горя. Будем удалять детей не только от зрелищ, но и от слушания соблазнительных и развратных песен, чтобы ими не прелестилась душа их. Не будем водить их в театры на пиры и попойки, но станем беречь юноши еще более чем дев, скрываем их во внутренних покоях. Обыкновенно ничто так не украшает юного возраста, как венец целомудрия, и то, чтобы вступать в брак чистому от всякого распутства. И жены будут им любезны, когда душа их наперед не узнает блуда и не будет распленно. Когда юноша будет знать одну ту женщину, с которой он вступил в брак, тогда и любовь бывает пламеннее, и расположение искреннее, и дружба надежнее, когда юноша вступает в брак с соблюдением этого правила. А то, что делается ныне, не брак, а просто денежная сделка, и после брака опять будет смотреть на чужую жену, то скажи мне, что польза от брака? Тегчайшее наказание, непростительный грех, если имеет дома у себя жену, муж, оскверняет себя с блудницами и творит прелюбодеяние. После жены хотя бы с женатым распутствовало, и не блудница, его действие есть прелюбодеяние. А это бывает. И после брака бегать к любовницам, потому что прежде брака не соблюдали целомудрие. Отсюда распри, ругательство, разорение домов и ежедневные ссоры. Оттого любовь к жене ослабевает и прекращается, истощаясь в обществе блудниц. А если научится целомудрию, то жену свою будет считать милее всех, станет смотреть на нее с великой любовью и иметь с ней большое согласие. А с миром и согласием войдут в тот дом все блага. Итак, чтобы нам и здешнее устроить хорошо и с этим вместе получить Царство Небесное, будем заботиться и о себе самих и о детях, особенно по отношению к этой заповеди, чтобы не прийти нам на тот духовный брак в нечистых одеждах, но с большим дерзновением насладиться честью, уготованную там достойным. Ее додостигнем все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, честь, держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.